Дорога на ежегодный фестиваль «Красиб», который в третий раз проходит в Новосибирске, в прямом смысле слова усыпана пластиковыми отходами. Порядка двух тысяч человек ожидают организаторы сегодня на мероприятии. Люди несут с собой мусор из дома. Идея проведения форума «Экологичный Новосибирск» принадлежит общественной организации по охране окружающей среды «Пчела». Очень долго думала, как можно повлиять на ситуацию в городе. Проводила субботники, что только не делала. Но поняла, что все-таки прежде всего всегда надо начинать с образования. Только после знаний получаются какие-то результаты. А вот это мероприятие, оно создано специально таким закамуфлированным образованием. То есть здесь весело, круто, классно, да, для молодежи, для детей здорово, для семей, да и для взрослых тоже здесь вполне интересно. Но в первую очередь это образовательное мероприятие. Наш лозунг «Меняй себя, меняем мир вокруг». Прежде всего наше направление – это экология. У нас очень обширная программа. Здесь у нас много стендов. Как вы уже увидели, квесты проходят на различных точках. Ростовые куклы. Был показ мод у нас впервые в этом году. Очень большая, обширная концертная программа. Дискуссии, лекции, видеосвязи с нашими знаменитыми экологами из других городов. То есть это не только Новосибирск, это и другие города России. Объединение в прошлом году с нами участвовала также Финляндия. На форум новосибирцы могли принести ненужную одежду, игрушки, книги и обменять их на что-то новое или просто оставить волонтерам. Собранные вещи будут отправлены нуждающимся. Также посетители ждала насыщенная интерактивная программа. Фотовыставки, мастер-классы, лекции и квесты Камир. Особое внимание организаторы уделили пластику и его влиянию на планету. В мировом океане есть целые острова из мусора. Самое большое скопление в Тихом океане – 100 миллионов тонн пластика по подсчетам ученых. На оси пока форума есть целая фотозона, посвященная этой проблеме. И она очень популярна у посетителей. Дети и взрослые не могли пройти мимо экспозиции. В этот день в лодке побывали сотни людей. Хочется надеяться, многие из них задумались, что это не просто забавная декорация, а реальная мировая проблема. Локация форума была устроена из так называемых станций. Например, на станции электрической можно было ознакомиться с тем, как искусственный свет влияет на зрение. Открываете камеру, приложение и наводите на светящуюся лампочку. И видите, возникает мерцание, рябь. Чем сильнее вот эта рябь, тем более вредной лампа является для зрения человека. Кураторы также рассказывали и про утилизацию лампочек. Вот такие лампочки со спиралью, они содержат в составе ртуть. Это токсичный металл, который не должен попадать вовне, во внешнюю среду. Это то же самое, как дома разбить градусник со ртутью. Поэтому такие лампы необходимо утилизировать правильно. В крупных магазинах стоят контейнеры для энергосберегающих ламп, и их нужно помещать туда. Волонтеры ячейки «Гринпис» информировали посетителей о лесных пожарах и о том, что в Новосибирске пройдет высадка защитного леса. У нас есть питомник. Мы со школьниками посадили лесной питомник. В нем 250 дубов и 30 сосен. И мы хотим, чтобы ребята по всему городу сажали лес. Лиственные деревья аккумулируют не только солнечный свет, но и воду. Они создают экосистему. В общем, хвойные деревья – это хорошо, но смешанный лес – самый стабильный с точки зрения экосистемы. Это классно. 26 марта пройдет всемирная акция в поддержку планеты «Час Земли». Суть акции в том, что многие крупные предприятия мира и простые люди выключат свет и электрические приборы на некоторое время. Однако люди, которые озабочены экологией планеты, считают, что у акции есть обратная сторона. Мы акцию эту поддерживать не будем. У нас на то есть веские основания. Чудесно. Акция – хорошая мысль, здоровская. Но акция несет вред по итогу. Потому что, когда люди внезапно все сокращают потребление электричества, к сожалению, страдает оборудование. Оно ломается, потом его нужно менять. Это же тоже не экологично. Новосибирские экоактивисты рекомендуют начать беречь ресурсы природы с малого. Каждый может сортировать мусор, выключать свет там, где он не нужен и вовремя закрывать кран с водой.